Здравствуйте! Если перейти сразу же к сути, то Sennheiser HD 350 это те же HD 440, но при этом с небольшими изменениями. Причем реально с минимальными изменениями, настолько, что их можно назвать практически одной и той же моделью. Но все-таки они есть, поэтому о них стоит рассказать. Во-первых, о внешнем виде самих наушников. Здесь все абсолютно и полностью повторяется. Это очень легкие наушники, но при этом они полностью выполнены из пластика. Причем даже сама душка также пластиковая. И не совсем понятно, почему нужно было так делать. То есть, ну зачем экономить? На казалось бы таких вещах, при том, что стоимость наушников немаленькая и все-таки превышает такой моральный порог в 100 долларов. Но тем не менее с этим придется мириться. Но зато они действительно легкие, на голове сидят очень удобно и при этом они не давят. Во многом за счет того, что сами амбушюры действительно толстые и поэтому на протяжении долгого времени не создается какого-то жесткого дискомфорта. При этом они не спадают. Где-то минимально спортом ими заниматься-то так же можно. То есть пробежка, но не тренажерный зал. При этом, если переходить к каким-то характеристикам, то да, здесь изменения действительно присутствуют. Так как в случае с 4.40 используется Bluetooth версии 4.0, в случае с 350 используется Bluetooth версии 5.0. И здесь вот кроется одна такая непонятная вещь. Если в 4.40 используется аккумулятор емкостью в 600 мАч, то в данных наушниках он в два раза меньше по своему объему. Но при этом играют наушники на 5 часов дольше. И вас спрашивается, каким образом в итоге получилось этого достичь. Естественно, сразу же первая мысль о том, что наушники просто стали тише. Но нет, они все так же громкие. И единственное, о чем можно так вот догадаться, это то, что действительно Bluetooth 5 версии потребляет меньше энергии, но не настолько же, чтобы прям в два раза фактически. Но да ладно, этот факт присутствует, поэтому о нем стоит рассказать. Bluetooth также поддерживает кодеки APTX, что приятно, причем что в одних, что в других наушниках. И используется разъем для зарядки Type-C. В общем-то, о всех каких-то основных вещах, касаемых внешнего вида, там, характеристиках мы поговорили. И теперь, как для меня, по крайней мере, самое главное, это звучание. И здесь абсолютно ничего нового. Они звучат точно так же, вот просто точно так же, как и 4.40. При этом это такой классический звук от Sennheiser с явным таким акцентом на низких частотах. Середина немножечко утоплена и высокие частоты немного придавлены. То есть звучит все это странно, но тем не менее, для не аудиофийского уха, будем его так называть, звучат они хорошо. То есть они не раздражают, не пилят своими высокими частотами. При этом низ вроде как, да, он такой, как опять-таки вот принято говорить. Хоть не нравится это слово, но здесь подходит. Именно такой бархатный бас, то есть он немного медлительный, но при этом не уходит в какой-то гул и не ощущается прям таким бюджетным. При этом, если мы говорим о самых низких частотах у соп-баса, то, естественно, будет все упрощено. Потому что, во-первых, это относительно бюджетные наушники, во-вторых, все-таки это Bluetooth. Если говорить о середине, то да, она немножко находится на заднем плане, поэтому невозможно услышать прям огромное количество каких-то деталей, открывать что-то новое в композициях, хотя это зависит от того, какие наушники у вас были до этого. Но, опять-таки, все нормально, она звучит натурально и каких-то таких искажений, картонности в них не ощущаются. По высоким частотам будет зависеть во многом от жанра, потому что немного, немного все-таки наушники страдают контролем высоких частот. И если мы говорим о каком-то прям тяже, где вот много инструментов сразу же и плюс ко всему прочему сведено, это было не самым лучшим способом, то да, можно ощутить некоторую потерю контроля высоких частот. То есть такая небольшая грязь все-таки образуется. Но если мы говорим о обычной музыке, какой-то типичной электронной, какой-то легкий инструментал, то здесь все нормально. Да, они играют чисто и докапываться, по крайней мере, до них не хочется. По сцене за счет того, что середина все-таки немного утоплена, ну да, хотелось бы чего-то большего. Но при этом звук не плоский, он не выстраивается в какую-то единую плоскость. Все равно какое-то разделение инструментов можно услышать, ощутить. Ну, в общем, это тот же звук, что и в 440. При этом по стоимости они фактически одинаковые. И у меня остается только вот один вопрос. Зачем нужно было выпускать данную модель? Нет, на самом деле она хорошая. Если бы здесь были бы металлические дужки, то я бы прям конкретно говорил. Если вы не аудиофил, если вы не загоняетесь по каким-то вещам, как глубина сцены, как разделение инструментов в воздухе и так далее, это будет хороший вариант, потому что в них действительно удобное звучание, которое эксплуатируется многими, на самом деле, компаниями. Не только Sennheiser, но вот опять-таки, как для примера Sony, у них то же самое. Много низких частот, высокие частоты прям убираются, они душатся. И середина уже в зависимости от модели. То же самое и здесь, то же самое и с многими такими очень известными брендами. Это неплохо. Это тот звук, который удобен большинству. То есть, как принято это говорить для меломанов. Так что, в общем-то, наушники нормальные. У них из косяков только то, что у них душка, ну, немного такая... Странная. Ну, почему? Почему пластик? Я не понимаю. Но, и тем не менее, наушники оставили, в общем-то, такие приятные впечатления. Так что, если они вас заинтересовали, то в нашем магазине они присутствуют. Вы можете прийти их и послушать. И сделать уже какой-то для себя окончательный выбор. На этом, в общем-то, все. Если вам понравился данный, наверное, все-таки обзор, то ставьте лайк, если не понравился, то дизлайк. И, в общем-то, все. Большое вам спасибо за просмотр и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok